В эфире служба новостей Саров 24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Выше плюс 30. Как спастись от жары? Главное лакомство лета. Как выбрать арбуз и не прогадать? Герои спорта. 12 августа. День физкультурника. Далее расскажем обо всем подробно. Всю неделю жара была беспощадна. Столбики термометров поднимались выше плюс 30 градусов. Уже 14 августа синоптики обещают послабление температуры. Она опустится до плюс 27-28. Но ненадолго к концу следующей недели жара вновь наберет силу. Комфортные температуры можно ждать лишь к закату календарного лета. Как спасаться от жары? Своими рекомендациями делятся саровчане. Во многих регионах России большую часть лета сопровождали дожди и сильный ветер. А температура иногда едва достигала плюс 15 градусов. И вот наконец наступило долгожданное жаркое лето. Температура местами поднимается до плюс 35 градусов выше нуля. Но не все рады такой жаре. Давайте узнаем у саровчан, понрав ли им такая погода. Тяжело. Слишком жарко. У природы нет плохой погоды. Да ничего. По моему возрасту, конечно, едовка жарковата, но в общем-то нормально. Более-менее и все. Я ждал очень долго дни, чтобы гулять в дуфьями. Мне самой не сильно нравится жара, но гулять очень даже нравится. Тоже гулять нравится. Такую погоду, но все же слишком жарко. Чтобы пережить жару без последствий, специалисты советуют чаще пить чистую воду, увлажнять помещение и изменить свой рацион в сторону холодных блюд. Давайте узнаем у жителей нашего города, какими способами пользуются они. Просто много пьем и меньше двигаемся. Ну, это советуют и по телевидению, и врачи, что надо шляпу надевать. Ну, вот я, например, кремом от загара мажусь. Ну, и по возможности, кто имеет такую возможность, не выходить из дома. Хотя дома тоже жарко. Ну, вообще, конечно, меньше выходить на улицу, пить побольше. И все будет нормально. В воде и дома. Да. Особенно холодный. Если лед сделать, добавить в что-то, это будет хорошо. А я принимаю всегда холодный душ. Ого, контрастным душем, да? Закаляешься, в общем. Я тоже закаленная уже. Я давно купалась в холодной воде. В помещении главным спасением в жару считается кондиционер. Но не спешите включать его на полную мощность. Разница между температурой на улице и в помещении должна составлять не больше 10 градусов. Иначе резкий перепад температуры скажется на здоровье. Секреты выживания в жару для вас выясняли Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Лучшее лакомство в жару – арбузы. Но многие разочаровываются, когда выбранная ягода оказывается недостаточно сладкой. При покупке бахчевых нужно знать ряд нехитрых правил. Тогда результат вашего выбора будет вас только радовать. Как найти самый сладкий арбуз узнала Ирина Вышегородцева. Август – сезон арбузов и дынь. Ежегодно мы сталкиваемся с проблемой выбора арбузов. Как говорится в народе, чем больше ягода, тем она слаще. С этим вопросом мы обратились к профессионалам. Вахид Сеидов продает арбузы 17 лет. На его прилавке разные виды и сорта бахчевых. Все доставляют из Дагестана. Продавец знает обо всех нюансах и тонкостях выбора арбузов и дынь. И всегда щедро делится советами. Например, рассказывает, что сочный и сладкий арбуз весит от 10 килограммов. Признак отменного вкуса – яркий контраст между зелеными и белыми полосками. Еще один простой способ выбрать арбуз – постучать по нему. Звук должен быть не звонким и не глухим, а скорее средним, напоминающим вибрации. И, кстати, не всегда арбуз оказывается вкусным, если у него зеленый хвостик. Хвостик – это говорит по свежести арбуза. Если арбуз свежий, у него хвостик всегда зеленый. Если он уже лежит, он уже усыхает. И как бы это легенда, что он это. Если арбуз свежий, у него будет по-любому хвостик зеленый. Он отрывается от ботвы, и у него всегда зеленый. Он полежит 2-3 дня и станет сухой. При выборе дыни нужно ориентироваться на особые признаки, присущие каждому сорту. Например, торпеду выбирают по мягкости и запаху. Если нажать на макушку, оттуда либо доносится запах, либо нет. Дыня должна быть ароматная и мягкая. Если она жесткая, несмотря какая дыня. Тоже совсем разные дыни, разные арбузы. Их выбирают совсем от разных сортов. Некоторые сорта есть, которые его просто не выберешь. Август сезон арбузных диет. Ими можно объедаться целыми килограммами. Но, как утверждают диетологи, что в день нужно съедать 500 грамм мякоти. Но нам это не грозит. Мы можем есть каждый день. Сектор по охране прав детей теперь работает в здании администрации Сарова. Кабинеты 233 и 235. Телефоны 99022 и 99067. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Вернуть половину взноса на капремонт можно, если вы принадлежите к льготной категории. Такое право есть у многодетных, участников боевых действий, ветеранов Великой Отечественной войны и труда, чернобыльцев, а также инвалидов первой и второй группы. Не платят вообще за капитальный ремонт герои СССР или РФ, полные кавалеры Ордена Славы, либо их родители или супруги в случае смерти героя. Поддержку предоставляют автоматически. Если этого не произошло, обратитесь в МФЦ с заявлением и подготовьте паспорт, справку об отсутствии долгов за ЖКХ, копию выписки из ЕГРН и выписку из домовой книги. Шестой фестиваль медиа-искусства «Интервалс-2023» пройдет в Нижнем Новгороде 25-27 августа. Инсталляции создадут медиахудожники из пяти зарубежных стран и лучшие в этом направлении представители из России. Будет задействовано 14 площадок, Госбанк и Кукольный театр на Покровке, Грибной канал, Стрелка и Пакгаузы, Хоровой колледж и другие места в центре Нижнего Новгорода. День физкультурника Школы Олимпийского резерва «Атом» присвоили в 2019 году. Вместе со своим супругом Николаем Евгеньевичем за время своего тренерства она воспитала не одно поколение спортсменов высокого уровня. Дети, которые делали свои первые шаги на лыжах, по чутким руководствам Елены Сергеевны и Николая Евгеньевича становились победителями и призерами российских и мировых соревнований по лыжным гонкам. Анастасия Кулешова взяла бронзу зимних Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 в эстафете. Ирина Хазова тоже стала бронзовым призером на Олимпиаде в Ванкувере. Артем Мальцев вошел в тройку лучших на чемпионате мира. Елена Сергеевна закладывает в будущих чемпионов лидерские и волевые качества, которые так нужны для больших побед и в спорте, и в жизни. Когда уже проходит время, они все приходят и говорят, что спасибо вам огромное, что вы воспитали не сколько качеств спортсменов, а именно жизненные качества, которые всю жизнь нам потом пригождаются. Поэтому такая гордость, и думаешь, значит, мы все-таки не зря работаем. Сама Елена Сергеевна в детстве перепробовала разные виды спорта. Но после того, как она заняла третье место на школьных соревнованиях по лыжным гонкам, юную спортсменку заметили тренеры. Так Елена Седова попала в лыжную секцию. Когда пришла пора выбирать вуз для поступления, Елена Седова остановилась на Институте физкультуры. Тренер признается, что никогда не хотела строить личную спортивную карьеру. Как тогда, так и по сей день ей нравится работать с детьми. Для меня это прям вот... Я прихожу на лыжную базу иногда в плохом настроении, ребятишку видишь, и все сразу наоборот. И уже уходишь и думаешь, вот хорошо, что я работаю с детьми. Это же дети, поэтому от них набираешься столько всего позитива, всякого разного. Поэтому, мне кажется, и жить дальше хочется. Любовь к детям, лыжам и своей профессии – вот три секрета того, как вырастить олимпийских чемпионов, считает Елена Седова. Сын тренера Петр Седов тоже пошел по стопам родителей и сейчас преподает в спортивной школе Олимпийского резерва «Атом». А дочка, лыжница Анастасия Кулешова, продолжает свою спортивную карьеру. Личный пример заразителен. Тем более, когда рядом с тобой такие профессионалы своего дела, которые любят свою работу и преданно посвящают любимому делу всю свою жизнь. Мы продолжаем рубрику «Ищу хозяина». Ее цель – помочь найти семью обитателям приюта Мурдом. В этот раз героями выпуска стали коты Лева Лова и Ари. Котику Арию почти два года. В приют он попал совсем крохой. Вместе с сестренками Санса и Кляксой. Как и большинство уличных найденышей, они были дикими. Не подпускали людей к себе. Со временем малыши прониклись доверием. Теперь Ария – ласковый и мурчащий кот, которого в шутку называют приютским стилистом. Стоит зайти к нему в вольер и встать, и он тут же начинает своими лапками на голове у вас сооружать какую-нибудь супермодную прическу. И это на самом деле очень здорово, потому что всем деткам, которые к нам приходят на экскурсии, это безумно нравится. У котика нет проблем с лотком, он здоров, у него чудесный характер. Он уже не маленький котенок, он не будет беситься и бегать по квартире, и там, драть всю мебель. То есть он уже такой состоявшийся кот, и мы очень хотим, чтобы он нашел свою семью. Еще одна постоялица приюта – необычная кошечка Лёва Лова. Волонтеры приюта считают, что у нее в роду были мейн-куны из-за формы мордочки и кисточек на ушах. Девочка попала туда в мае прошлого года вместе с братьями и сестрами. Малышка была самой слабой из всех. Волонтер Анна забрала ее к себе на передержку, выходила и дала имя. Как корабль ты назовешь, так он и поплыл. У Лёвы характер левицы. То есть она может быть мягкой, покладистой, мурчащей, придет с утра, ляжет к тебе, мур-мур-мур. Но у нее бывает и такое, что она может прикусить, она может начать поцарапать. Поэтому мы рекомендуем брать ее в семью, где нет очень маленьких деток, где уже детки понимают, что если котик, например, пытается их прикусить или поцарапать, в данном случае кошечка Лёва, то это потому, что она большей части играет так и не со зла. Те, у кого нет возможности забрать животное домой, могут помочь с уходом, либо финансово. Сейчас приюту необходима стиральная машина. Если у вас есть ненужная техника в рабочем состоянии, или вы готовы пожертвовать средства на ее покупку, можете обратиться к администраторам группы приюта ВКонтакте, либо по телефону плюс семь девятьсот восемь семьсот шестьдесят два ноль девять пятьдесят один. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда урожая этого года вы найдете в торговом центре «Галактика». С 10 по 13 августа там проходит медовая феерия. Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом. Мягкие тягучи липовый или кремовый донниковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта, а донниковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта. Среди них каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречиха выделяет 500-600 килограмм. Донник 300-500. Вот так-то. Это растение медоноса. Если взять вот этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют, то вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектарой. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства – пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергум. Она поможет поднять иммунитет и восстановить силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает его сначала попробовать. Я им рекомендую взять, попробовать. Главное, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя. И попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился. Значит, это не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для саровчан доступна акция. Три килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за одну тысячу рублей. Три килограмма цветочно-липового – за полторы тысячи. Три килограмма липового – за 1800 рублей. Не пропустите, медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 10 по 13 августа с 10 до 18 часов. Нет возможности прийти – доставим. Телефон 8 927 064 13 90. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА